Ну что, давайте, у кого как дела? Как прошла неделя? Хорошая неделя. Закончилась тремя часами в пробке по дороге к вам сюда. Класс. Да, у меня тоже хорошая неделя. Евгений Малкин наконец-то вышел. Евгений Малкин — это текст, который вам обязательно надо прочитать, если вы ещё не читали. Всем привет! В эфире «Телега-братан» — подкаст про Евгения Малкина и его друзей. Сегодня мы работаем в нашем классическом составе, в котором давно не собирались. Это Алексей Белов, фанат Евгения Малкина и текстов про него. Поздоровайся. Всем привет! Егор Пороскун, автор самого громкого текста «Месяца», который одновременно про хоккей и не совсем про хоккей. Привет-привет! Егор, сколько времени ты потратил в том самом «Спарке»? В совокупности или только на «Спарк»? Нет, ну давай в совокупности, хоть как? Два месяца. Отлично. Вот, и Никита Петухов, человек, который не дочитал этот самый материал, вот, и я с вами вместе это сделаю. Телега, братан, как ты? Так, сегодня мы говорим про и вспоминаем 2001-2002 год. Егор, сколько тебе было тогда? Семь. Семь? Семь лет? Я помню все матчи того чемпионата, как ты догадываешься. Сикарно. Я, кстати, на самом деле, я такой вспоминал 2001-2002 год и понял, что я был тогда уже довольно взрослым парнем. Ну, типа, я такой, так, блин, это же прям мне 16 лет. Ну, типа, это не было так давно. Вот, вспоминаем 2001-2002 год, это и сезон Суперлиги, это тот сезон, когда в российском хоккее появился Александр Овечкин. Это его первый сезон, это его первые 2 плюс 2, первые 26, скорее всего, матчей. 24. Или 25, я вчера смотрел, там что-то графика была 25, и я думаю, ну, значит, 25 было. Вот, мы вспоминаем этот сезон, мы как-то подготовились и попробуем проэкспериментировать с такой архивной темой и посмотрим, насколько у нас интересно получится. Друзья, пишите в комментариях, как вам вообще все это зайдет. Леш, ты из нас всех, лучше всех ориентируешься в 2001 году, несмотря, и тем более, ты же был где-то поблизости с Москвой. Давай вообще начнем с того, что это было довольно необычное просто время в российском хоккее. Блин, я вам сейчас сломаю сценарий. Давай. Это вообще все подкасты получаются только тогда, когда ломается сценарий. Если все прошло по сценарию, значит, никто не услышит. Давай. Я сломаю сценарий, я скажу сначала, что для меня-то это был вообще знаковый сезон. Я в начале апреля переехал в Москву, 12 апреля запустился знаковый для меня проект для хоккей, я думаю, тоже весь хоккей. Сначала в день космонавтики он вышел как сайт, потом уже осенью к старту сезона как газета. И, конечно, это было время, это было потрясающее время новых каких-то ощущений, больших надежд. И вообще я молод тогда был в отличие от нынешних. Мне было как Егору сейчас. Слегка за 35 тебе было тогда. Да, в общем, что немаловажно, это было такое очень крутое ощущение значимости того, что мы делаем. Вот у меня никогда больше с тех пор не было ощущения, что хоккей настолько значимая штука. В спорте, в стране, в жизни вообще. А у тебя это появилось в момент, когда ты... Когда я окунулся в Москву, приехал, окунулся, начал знакомиться с журналистами, с хоккеистами, с тренерами, с Тихоновым, с Крутовым, ну и так далее. То есть это не только первый сезон Александра Ивечкина в большом хоккее, но это и твой первый сезон? Да, это и мой первый сезон. Я начал ходить постоянно на матчи. Тогда еще была такая странная штука. играли ЦСКА и Динамо на малой арене, и почему-то, блин, в один день. То есть утром ты приезжаешь в Лужники, смотришь ЦСКА, с каким-нибудь, не знаю, Мечелом, там, матч, на котором 250 человек. Обработаешь его, потом отдыхаешь до 7 часов, опять же, не покидая Лужники. И потом уже начался нормальный матч с участием в Динамо. День в Лужниках, это было тогда 2-3 раза в неделю стабильно. 2-3 раза в неделю, целый день в Лужниках? Переходами, конечно. Ну, там, гостевые серии тоже были, гостевые матчи. Но вот были недели, когда 2-3 матча стабильно. Понятно. То есть 2-3 дня игровых, не матч. Матчи, соответственно, в два раза больше. Не, ну я понимаю, что не подряд, а это, что в неделю мы теперь, это, я в целом на хоккействе. Да, утром просто встаешь, там, завтракаешь и в Лужники, и ночью где-нибудь, там, в час ночи возвращаешься домой. Потрясающе. Ну, ты далековато живешь там от этого. А днем, что ты делал днем? Ну, смотри, матч, я могу соврать, но матч, мне кажется, начинался что-то около часа дня. Соответственно, заканчивался с полчетвертого, там, пресс-конференция, какие-то подходы к игрокам. Потом спокойно ты все пишешь. И на самом деле, я освобождался на полшестого где-то. А через полтора часа уже следующая игра. Ну, конечно, сидели в пресс-баре, где бы еще могли сидеть. Это было, кстати, очень трудно, досидеть до матча в боевой рабочей форме. Во-первых, ты чувствуешь, что мы с легендой сидим в одном кабинете? Да, я почувствовал этот момент. И просто эти истории всегда, ты сидишь, мы общаемся, общаемся, типа, ну там, как тебе, там, в Вашингтон, нормально сыграли, Анахайм, а потом начинаешь, типа, назад идти, а Алексей просто жил в свое время в ЛДС, в этом, как не ЛДС, а как она, малая спортивная аренда. Да, да. Я вот и хотел просто сказать, что, ну, типа, есть такая полтора часа разница, есть риск не добраться до второго матча. Да, я вам честно скажу, что первый год в Москве это было самое тяжелое испытание, потому что вот сейчас, я думаю, что это немножко не так, как у хоккеистов, в принципе, и вообще у спортсменов. А тогда, в начале нулевых, еще была такая тема, мы выпивали много, и журналисты, и хоккеисты. Меня еще угораздило там познакомиться с какими-то молодыми модными музыкантами московскими. И, в общем... Это была группа Би-2? Ляпис-то-бицкое. Где-то через год от такой жизни я решил, что надо браться за Зоши, иначе просто... А ты не вспомнишь, что за музыканты модные московскими просто? Нет, вдруг они Грэмми получили. Они не стали звездами, точно не стали. Я просто, я только запомнил, что я был у них на концерте на разогреве перед Дельфином. Ох ты, это значит, можно найти уже хоть какие-то... Ты теперь тоже понимаешь, да, что мы с легендой сейчас сидим? Да, находил на концерт Дельфина до того, как это стало мейнстримом. Ну, то есть, настолько задолго. Если это еще и сейчас не стало мейнстримом, но, может быть, когда-то еще станет, и вообще задолго от того. Блин, очень круто. Я к турниру, у меня прям скучно, я просто готовился, у меня прям такие скучные есть эти дела, что тогда проводился чемпионат, тогда в дико странной схеме был. То есть, вот 2001-2002 год, это два... Они играли в два круга, потом еще третий, типа, круг между... Ну, еще третий круг, по одному матчу каждый с каждым играет. И потом плей-офф между первым и восьмым местом, да. Две команды... То есть, 18 команд в чемпионате, 16 остаются, две вылетают. Вот, и первый-восьмой разыграют плей-офф. Я просто прочитал, что перед этим, то есть, получается, 0-0-0-1 сезон, был такой... Короче, вот ты не помнишь, как там было? Я помню, мало того, я помню, что там был какой-то ад, в смысле, с точки зрения календаря, и я, конечно, не помнил всех деталей, я посмотрел. Сезон 2001-2002 был прекрасен по сравнению с теми сезонами, которые были до него. Ну, вот с предыдущими... Потому что, вот, 2001, на втором этапе у регулярки было три группы. Да, да, да. 1-6, 7-12, 13-18. В 99-2000 был переходный турнир по четыре команды из Суперлиги и Вышки. Они так Суперлигу сокращали с 20 до 18 команд. Еще перед этим, в 98-99, переходный турнир на 12 команд. Шесть из Вышки, шесть из Суперлиги. Сокращали с 22 до 20. Еще перед этим, там вообще было 28 команд. В Суперлиге было больше, чем в НХЛ, в 2008 году команд. Так это нормально. К успеху. И потом, после этого, еще один этап, там играли две зоны, после этого еще один этап, 20 лучших. А плей-ф вообще не было. Чемпионы определили в регулярке, один сезон единственный. Что-то знакомое, да, уже из времен КХЛ. Я сейчас подумал, что очень хорошо, что тогда мне было шесть. И можно было просто смотреть хоккей и не задумываться над схемой турнира. Прикинь, как это с точки зрения потребления было устроено. То есть ты условный болельщик. То есть ты не журналист, который, как правило, общается на пресс-конференциях. Ну, там, или ему как-то объясняют, что будет. А ты просто такой, начинается сезон, ты такой включил телевизор. У нас здесь чемпионат. Ну, короче, команда играет. То есть сложно же вообще с годами разобраться даже. Ну, то есть вот у меня на то, чтобы понять схему дивизионов, ушло, ну, сколько-то лет. КХЛ? Да. Я до сих пор не понимаю. Я по тебе объясню о том. Нет, я к тому, что как-то это, ну, странно. Типа она просто в голову не приходит сразу. Типа когда ты сел, почитал, такой разобрался, ага, ушел из текста, забыл. Вот. А представь тебе просто каждый год ты заходишь и... Каждый год новая схема. Да, у нас в переходе турнира 12 команд, да. Да. А то нет, там вот сезон 00-01, про который Алексей сказал, что было три группы. Там в чем прикол был, что они сыграли первый круг, ну, разбились на эти, и потом следующий круг вот с этими тремя группами они начали с нуля. Да, причем первая группа определяла исключительно места с первого по шестое. То есть они все были в плей-офф уже. А вторая группа, там надо было первые два места занять, чтобы выйти в плей-офф. Да, а последняя группа, надо было не занять последние два места. Да, чтобы не были. Короче, СКА тогда не был такой мощной командой, как я прочитал. И они слили первую половину вообще. А потом позвали легионеров. 34 матча, 32 поражения у них было. Причем я видел, это просто кошмар, это самая кошмарная команда, которую я видел в жизни, кроме одного единственного матча. Давай для заголовка, чтобы у нас было, мы потом вынесем СКА. Это самая кошмарная команда, которую я видел, да. Мне нравится, и он еще спорил. Я тут говорил, что это самый сломанный СКА. И он такой, нет, нет, нет. То, что сейчас, это еще нормально. Я прям видел. То есть они же там, молодежь вообще у них играла там что-то. Да, они же возили команды в Северную Америку. В СКА бывали случаи еще более ужасные, как Крылья Совета в какой-то сезон доигрывали. Там вообще детский сад был. Там, я думаю, что Дима Федоров мог бы, например, выйти и сыграть за них, и не потерялся бы. Они там проигрывали с какими-то вообще неземными счетами. У Новокузнецка было что-то такое, по-моему. Но такое случается. Да, бывает. Случались штуки. Но вот, короче, СКА завалил сознательно вполне вот эту первую половину, и потом мобилизировались, они каких-то легионеров привезли. Надо будет посмотреть, кстати, кто там конкретно был. То есть они привезли легионеров, и все. Я, насколько помню, один из них был Нюландер. Но не этот, не тот, который... Это не настоящий Нюландер. А который младший. Это Петер, по-моему. Петер, да. Петер Нюландер. Вот один из них был. Да, он еще в Амуре потом успел вроде засветиться. Вот, и ты его помнишь. Но он уже засветился еще, по-моему, в КХЛ. И вы так, Владимир, тренер. Знаешь, где играл Стив Плув? В Амуре. В Амуре, да. Это, ну, блин, я до меня тоже доходили. Слушай, до Хабаровска, от Канады всего ничего. Наоборот, это нормально. Но это они потом выясняли уже. Я даже могу сказать, что у нас... Я в свое время упустил возможность поехать в Канаду, когда мы, типа, какой-то там своей ванинской командой заняли какое-то крутое место на Дальнем Востоке. И потом мы узнали, что победители, ну, то есть призеры этого турнира, которым мы и были, они мотанули в Канаду, а потом к ним в Хабаровск приехали. То есть этот коннект, на самом деле, работает. Я вас сейчас еще больше удивлю. Амур в 90-е ездил на Аляску во время чемпионата и играл матчи там. С кем? С какими-то местными командами. Всем проигрывал, но было интересно. А, ну, это просто они... Ну, ты просто так сказал чемпионаты. Я думал, ничего себе, выездные игры на Аляске, это что-то новое. Так, что еще по этому? Вылетели тогда, я вот, эти... Что две команды, которые вылетели, я про это начал смотреть, и мне стало интересно, что первое, семнадцатое место ЦСКА, восемнадцатое место Торпеда. То есть довольно неожиданная штука. Но, насколько я помню, ну, то есть там два ЦСКА было в тот момент. И два Торпеда. Два Торпеда? Ну, что вообще? Ну, Ярослава. Нет, Ярослава же был локомотив. Нет, Ярослава же был локомотив. Все нормально. Уже был локомотив. Ярослав уже был локомотив. ЦСКА было действительно два. Это... Ну, то есть вылетел... Звучит как анекдот сегодня, из наших каких-то более цивилизованных времен. Вот вылетел. Вылетел ЦСКА Барановского, а из высшей лиги поднялся на следующий сезон ЦСКА Виктора Тихонова. А в чем между ними разница была? Просто, чтобы... Ну, Барановский был начальником большого ЦСКА, ну, этого, как это называется, общества ЦСКА. А Тихонов был... Президентом КК. Типа президентом, да, хоккейного ЦСКА. Что-то они там не поделили по деньгам, что ли. Ну, я, честно говоря, не могу точно сказать. Прочитайте об этом в новом расследовании, Егор, на sports.ru. Точнее, вы, слушатели, прочитайте, а вы, Егор, напишите. И все, здесь... Всегда, пожалуйста. Еще прикол в том, что у Тихонова команда получилась сильнее. Она играла в вышке, но она была, ну, явно сильнее, чем команда, которая осталась у Барановского. Там Дроздецкий был лучшим бомбардиром, я посмотрел. Там вообще состав, я не очень знаю, в ЦСКА. То есть я посмотрел его, тот, который вылетел, там одна только фамилия, Илья Бекин знакомая, более-менее где-то я ее слышал. Вот. А Дроздецкий вообще, тебе знаком такой хоккеист как Дроздецкий? Ну, вы же понимаете, что это не Николай Дроздецкий был, а сын его? Ну, Александр Дроздецкий. Да, Александр. А есть еще и Николай. Николай Дроздецкий, легенда советского хоккея. Подкаст превратился в рубрику «Узнаем новое с Алексеем Белом». Узнаем новое с Алексеем Белом. Так вообще в этом и была идея. То есть он потом сказал, что это, что я не могу подготовиться, поэтому мне приходится... Ну, сын Николая Дроздецкого был, ну, такой проспект, конечно, но не из числа топовых. Ну, то есть как-то, чтобы его запомнить... В общем, вся карьера, которая у него была потом, она вполне нормальна была для его... Я знаю, чтобы понятно было, почему я вообще спрашиваю. Типа просто... Флэшбэк. Мы возвращаемся в 2001-2002 год сезон. Это 17 лет назад. Возвращаемся в ЦСКА-2. Причем главный ЦСКА играет в высшей лиге. Какой-то не главный играет в Суперлиге, занимает 17 место, и у него лучший бомбардир Александр Дроздецкий, которого... Вот про которого я и хотел тебя спросить. Ну, просто я посмотрел, что он... Это был единственный сезон, когда он вызывался в сборную. Ну, ему тогда было 20 лет, он был лучшим бомбардиром ЦСКА, ну, какой... Почему бы не проверить талантливого игрока? Да, человек есть. У Торпеды знаете, кто в защите играл? Ну, давай, удиви. Анвар Гатиатулин. Тот самый? Тот самый. Тот самый Анвар Гатиатулин. Я, конечно, этого не помню. Для меня Анвар исключительно с Челябинском ассоциируется. Я даже посмотрел, он там не так много сыграл. Но он просто был... Я, в принципе, не знал, что он был игроком. Он просто был по 1976 году один из ведущих защитников молодых. И, ну, как бы... Я только поэтому его знаю. У нас 1976 год, в общем, практически целиком не то чтобы пропал, но не поднялся высоко. Вот. И карьера Анвара вполне показательна. Он был там игрок третьей пары по этому году и поиграл в Суперлигу. Все. Больше ничего не скажешь. Давай к составу «Динамо». Это такая более интересная штука, потому что ты сам «Динамовец». У тебя даже толстовка «Динамо». Мне нравится, что... Ну, в подкасте же, может, все что угодно говорится. Зачем тебе этот красный колпак? Нос, вот одно типа очки. Что к чему? Кто в «Динамо» играл под 68 номером? Ягар. Во всех командах играл под 68 номером. Для начала... Вот перед тем, как мы перейдем к «Динамо»... Кто за команда это была вот на тот момент? Подожди, нет. Почему «Динамо»? Не спешите. Какой твой любимый подкаст на sports.ru? Мне нравятся «Извините, пирожки». Вот. То есть тебе не перестал нравиться «Мукунку»? Нет, у нас есть прекрасный подкаст «Не свадьба Мукунку», но несколько я вот подустал от «Спартака» и «Зенита», поэтому перешел на более хардкорный подкаст. Вот. Где... Два потрясающих голоса рассказывают около футбольной истории. Взял, меня перебил, но я это и хотел сказать. Я просто почувствовал, что у тебя кончается воздух, как в тексте про Малкина где-то на третьем абзаце. Вот. И я понял, что там не нашлось человека, который продолжит за тебя, а здесь я подхватил «Виш», мы сработали как команда. В общем, Никита перестал шутить, поэтому мы просим слушать наши подкасты и обязательно ставить им оценки. Это работает. Да, извините пирожки, не свадьба, мукунку, еще очень много подкастов, в сумме семь. Вот. Слушайте их, они все очень интересные. И читайте материал Егора Параскуна про Евгения Малкина, может быть, хотя бы вы дочитаете его. Я все-таки надеюсь, что такие люди есть. Давай, Леш, про состав «Динамо». И, может быть, сразу начнем про Дреа Разина, или у тебя есть какие-то более интересные вещи? Ну, опять я сломаю себе сценарий. Давай, давай. Я немножко в другом просто видел. Плохой сценарий надо ломать. Это Александр Петров так часто говорит. Чтобы говорить про «Динамо» в сезоне 1-0-2, надо понимать, что «Динамо» наглухо провалило прошлый сезон. То есть «Динамо» чемпион 2000, следующий сезон 0-0-1 провалило наглухо. Вот в этой странной схеме с тремя группами «Динамо» попало в 13-18. И теоретически могло вылететь, как через много лет футбольный устроил. Блин, у меня прорывается, знаете, когда всегда говоришь подалекое прошлое, о чем ты начинаешь говорить, и сразу мне, я как будто бы помню, что я тогда чуть-чуть болел за «Динамо» или как-то следил, и прям вот была эта борьба, что там же было, что ты можешь попасть, ты если попадаешь в среднюю эту группу, то ты еще можешь побороться за выход в плей-офф. И это важно, что важно было попасть, и даже если ты плохо играл, ты мог попасть, и потом обнуляется все, и ты попадаешь. А вот я прям помню, что вот вроде бы откуда-то я про «Динамо» слышал такое, что вот еще немного, и они могут попасть, но нет, они вылетели в последнюю группу. Вот после этого шансов Валерий Павлиныч, который много лет был куратором «Динамо» без определенной должности, но он был вице-мэром Москвы под Лужковым, а в «Динамо» был таким папой. Я правильно понял, что «Динамо» это на тот момент по сути клуб олигарх? Ну... Ну или клуб «Динамо». Такой, знаешь, олигарх с ограниченными возможностями, если можно так сказать. и насколько я понял, потому что, что я читал, я просто, я читал тоже, что типа мощное, но насколько я понимаю, это, знаешь, не олигарх скорее, а новый русский. Ну то есть, вот такая грань, то есть это не тот олигарх, как СКА, который абсолютно все, а такой прям новый русский, ну типа он там где-то нашабашил, типа купил пиджак модный, у него есть какие-то деньги, но... Не-не-не-не-не, мне кажется, тоже не точная аналогия, «Динамо» как вот первые коммерсанты. А, чиновники почему? Ну, деньги у них водились, но не столько, чтобы там много себе чего позволить. Ну, шансов брал, я так понимаю, за счет своей какой-то политической, чиновнической должности, и, ну, соответственно, имел влияние на какие-то московские предприятия. Ну, например, на МЕНТОС. В том числе, возможно. Это же тогда у «Динамо» еще смешная форма была. Но «Динамо» еще и такая фишка, они никогда не платили большие зарплаты, они брали там квартирами или такими вещами. То есть то, что они могли... Ну, как ЦСКА, да, так все... То, что они могли дать за счет каких-то своих дополнительных возможностей, то и давали. Ну, и плюс Москва. Надо понимать, что сейчас, может быть, это не так притягательно, как начало нулевых. Вы сами понимаете, Москва — это Москва. Квартира в Москве — это лучше, чем контракт в Москве. Это, извините, круче, чем контракт с Магнитогорском или там с Тольятти-Нагом. Или с Филадельфией. Так вот, «Динамо», да, шансов начал пылесосить рынок, и там же не только Разин пришел. Там пришел Трощинского, Трощинского из Магнитки вернули, свой защитник, с которым выиграли чемпионат. Вышиткевич вернулся из Америки после пяти лет не очень удачных. Потом Валерий Карпов приехал из Лады. Ниживий, самый крутой, наверное, латыш тех времен... Александр, да? Да, из Ярославля. Потом Юдин вернулся. Вы сейчас наверняка не знаете, какой Юдин? Я вам расскажу. А какой? Блин, мне нравится, что мы начинаем не про самого интересного говорить про Радина, а про Юдина. Ну, не Александр, да? Нет, Александр Юдин. Только не тот. Самое дело, что Александр Юдин только не тот, да. Он в конце 90-х был вполне топовым защитником. Кстати, просто с чумовым броском. Такой почти Татаринов. Если я не сказал незнакомую фамилию. Ребята, в 80-х был такой, в конце 80-х был такой отличный защитник в «Динамо». Михаил Татаринов. Он потом еще в «Нихаил» немножко поиграл, а потом его посадили за убийство в драке. Ты чувствуешь, мне нравится, что все-таки не вся старина одинаково интересна. Интересно, там полтора часа, что делал Алексей между матчами, а вот уже, когда начинается отсылка еще от Александра Юдина, который не тот, я просто объясню тем, кто, может быть, нас не так часто слушает, что Александр Юдин есть известный Товгай, который сейчас раздает чумовые интервью и готов вообще на любой вопрос что-то ответить довольно четко. А есть другой Александр Юдин, про которого Алексей сейчас рассказывает, это очень крутой защитник. Да, и он, кстати, выигрывал молодежный чемпионат мира в 89-го года с Могильным, Федором Буре, Зубовым, вот этой всей бандой. А еще в Динамо пришел Женя Лапин из Новокузнецка. Очень большие надежды подавал парень, причем он сейчас, кстати, работает спортивным психологом. Новокузнецк тогда вырастил сразу троих классных молодых пацанов, и они, по-моему, даже чуть ли не вместе играли. Лапин, Тюрин, Чернов. Да, они все были в составе Динамо, как-либо имя, нет? Но Чернов был, по крайней мере. Тюрин не был. Ну вот, Тюрин я не видел. Тюрин уехал в авангард как раз тогда же. Лапин в Динамо поехал. Вот, про Разина. Давай про Разина. Проразина вам интересно. Давай небольшой сетап, чтобы был перерыв между тем, что, во-первых, Егор, ты слышишь, там просто все тренеры современной КХЛ, они были, ну не в Динамо, но они вот где-то там были. Ну, то есть там Алексей пропустил эту фамилию, там в звене с Разиным играл Кудашов. То есть... Тот самый? Да, тот. Уже нет такой фигни, что это однофамилец типа того Кудашова. Нет, тот самый Кудашов, и они играли в одном звене, и Разин был лучшим бомбардиром прошлого сезона, ну типа 0-1, 0-1, да. И он должен был уехать в НХЛ вообще. Мне кажется, что это немножко миф, что Разин должен был уехать в НХЛ. Ну, были такие разговоры, как-то обсуждалось, но мне кажется, даже сам Разин понимал, что это не его. А сколько лет это было? Лет? Да, ты понимаешь? А, 28. 28, это уже возраст. Да ладно, вон Илья Ковальчук вернулся, ничего, играется в Лос-Анджелесе. Ну, я на самом деле... Разные вещи. Ну, слушай. Я на самом деле посмотрел немножко, мне кажется... Это больше похоже на историю Евгения Медведева, да? Давай послушаем немножко еще про Разина и поговорим про хоккей тогда вообще, ну, тех времен. Ну, вот про Разина. Что интересно, по впечатлениям, по моим, по воспоминаниям, у него не очень Динам получился. Я полез в статистику, она, конечно, опровергает это абсолютно, но воспоминания меня не подвели, потому что почитал, там был конфликт у него с Беллидиновым, правда, это уже следующий сезон. Может, 2001-02 было и не очень, там как-то все плохо, они как-то сливаются, но в 2002-03 уже вернулся Беллидинов и... Нет, он был в 02 еще. Он вернулся в 02. Да, он в 01-02 вернулся. Да, да, да. Значит, возможно, в конце того же сезона как раз. Беллидинов его начал воспитывать зачем-то. Он его ставил в третий-четвертый звенок молодым пацанам. Он его даже в вторую команду отправлял. То есть, ну и... Классический Беллидинов. Сказал бы сейчас Мазельчик. Держал на лавке периодами целыми, или там полпериода. Ну, то есть, было такое, что вот Разин приехал как топ-звезда, звезда номер один в КХЛ, господи, в Суперлиге, как звезда номер один, но в Динамо ему прям было тяжеловато. Тяжеловато. И вот Разин, несмотря на то, что вроде как... Динамо же это вообще вечная проблема завышенных ожиданий. Кто бы туда не пришел, он обязательно как-нибудь сделает так, чтобы, ну, не до конца себя показать. От любого человека всегда ждут больше, чем он может дать. Мне кажется, вот есть такая фишка именно динамовская. И вот Разин, он все равно там был лучшим, несмотря на вот эти все проблемы. И я вчера посмотрел статистику, там рядом с ним играл Александр Савченков. Тоже, кстати, тренер сейчас. А все тренеры? Савченков, он же такой очень средний, работящий, но абсолютно средний игрок. Да, мы знаем, кто знает Савченкова. Так вот, он именно рядом с Разином провел два абсолютно лучших сезона в карьере. То есть, и близко ничего не было у него до Разина. Я посмотрел вчера игру, там Разин играет. Там просто вообще довольно своеобразный хоккей. Я вот, знаешь, у меня был довольно короткий вопрос для этого, чтобы мы не слушали лишнее, но это же, ну, плюс-минус главная звезда лиги тогда. Разин? Да. То есть, ну, что там уже, ну, наверное, где-то за ним или в районе там Коваленко, например, идет, то есть, из Локомотива. Но Коваленко не такой яркий был. Да, вот ты сказал про Коваленко, может быть, нет, он не за ним, они где-то вот рядом. Все-таки Коваленко... Ну, просто Коваленко... Коваленко был бэкграунд НХЛ, он приехал из НХЛ. Да. русский танк. Да, и плюс он приехал еще не списанным игроком, ему было 31 год всего, да. И в НХЛ он играл хорошо. С кем аналогию с КХЛ вот можно провести, чтобы понимать масштаб разина тогда. То есть, это как пиковый мазякин? Вадим Шипачев. Или Вадим Шипачев тоже, кстати, сейчас в Динамо играет. Вадим Шипачев. Ну, они динамовцы все, он только Шипачев. Иначе Шипачев станет тренером. Знаете, в Динамо тогда еще играл Михаил Штыренков. Я не знаю, сколько ему было лет, 36, наверное. И это его... Он приехал вот за год до этого из Америки, и это был его последний сезон в карьере, и с следующего года он уже был тренером. И я видел, как он играет. Уже такой старенький. Потрясающе. Кто-то из Динамо вообще не пошел тренировать? Ну, просто там... Нет, там много, там я говорю, я вчера смотрел Динамо Акбарс, там просто у тебя играет. Ну, то есть просто смена одна. С одной стороны Разин Кудашов, с другой стороны Квартальнов, и там еще миллион людей. Вот они... Мне интересно, как они сейчас, конечно, все это обсуждают, но я думаю, что там все забылось. Но просто ты когда это смотришь вообще на свежака, ты прям такой... Слушайте, мне кажется, что вы тут... Ну, или ты тут увидел тему, где ее нет на самом деле. Нет, я... Просто люди, которых ты смотрел тогда в начале года, они были в таком возрасте, что сейчас, у тебя 18 лет, они просто тренируют. Согласен, я не к тому, что надо сделать материал об этом, просто концентрация очень такая серьезная. у нас просто... Они сейчас наслыхуют, и ты на них обращаешь внимание. Ну, они просто, знаешь, есть в НХЛ, так, чтобы ты увидел там... Ну, хотя в НХЛ тоже, наверное, можно... Ну, там меньше вот таких прям заметных игроков становится потом заметными тренерами. Это тоже... Ну, может там просто как-то по-другому. Может быть, знаешь, мне кажется, может рынок у нас поменьше просто. То есть у нас в целом меньше хоккеистов, и поэтому хороших особенно меньше, и поэтому из них... То есть... А тренер кто будет? То есть... У нас еще как-то больше смотрят на имя, а не на какие-то... Ну, в общем, есть причина, и не к тому, что давайте об этом говорить полчаса, хотя мы ровно полчаса об этом проговорили. Валерий Карпов, это же тот, который из Челябинска. Ну, вот это правда суперталант? Мысли суперталант. Ему тогда было уже 30 лет, он уже заканчивался как суперталант. А вообще базово? Базово? Ну, человек, который забивал там по 4 буллита из 5, золотые руки, золотая голова, но... Я честно не помню, что с Карповым было не так, потому что он же даже в Анхайл ездил, и какими-то отрезками, моментами он там в Анхайме очень круто смотрелся. Я не знаю, мне кажется, что это... У него была там история с режимом, может быть. У него с семьей какая-то еще была история, там это... Я просто... Может быть, ты помнишь, как он играл, ну, в том смысле, что это, просто, можно же сказать, Жердев в 30 лет все равно выглядел каким-то... То есть все равно что-то было видно, что у него там оставалось. Ну, Карпов в 30 лет уже все-таки не совсем. Мне кажется, что у него просто пропала какая-либо резкость, вообще, ноль резкости, а для техничного игрока это важно. И он уже не производил впечатления такого. Вот, а ты можешь вообще немножко описать, каким хоккей тогда был? Вот у тебя есть впечатление? Вот просто я смотрел вчера, я говорю, я смотрел вчера третий матч серии плей-офф. Я специально не стал смотреть, но, честно говоря, у меня не было времени еще смотреть. И это... Зря ты сдал карты, но, типа, ты знаешь, если ты сказал, я специально не смотрел, чтобы мы с тобой забатлили, то есть ты вот сейчас, а я тогда, вот, и это... Я вообще не люблю смотреть, вообще не люблю смотреть старый хоккей. Я вообще хоккей не люблю смотреть. Без какой-то прям необходимости. Ну, вот какой был хоккей, смотри, мне, конечно, может быть, я не буду объективен, потому что, с чего начал, это для меня знаковый сезон. У меня какое-то романтическое представление может быть. Так это и хорошо, мы поэтому себе спрашиваем. И романтические вспоминания о том хоккея. И все вот эти вот ребята, как родные, там, и Разин, и братья Корешковы, там, Сушинский, Прокопьев, Затонский, и там, кто там еще? Подомацкий. Ваня Ткаченко. Подомацкий. Вот Подомацкий как-то никогда... Его звали Егор, я его сразу запомнил. Никогда мне не казался крутым вратарем. Я не понимаю, в чем у него феномен, или я просто ничего не понимаю в игре вратарей. Второе более вероятно, конечно. Ну, просто никогда не раз. Нет, давай на Подомацкого не отвлекаться. Про хоккей. А потом, и эти же ребята еще, некоторые из этих ребят еще в союзном чемпионате играли. Кто-то и в сборную союза застал, там, Сибак, Квартальнов, Коваленко, Буцаев, Вячеслав, который. А тренеры, смотрите, Моисеев, Михалев, Николаев, Белоусов, Цигуров, Петр Ильич Воробьев, Билл еще относительно молодой и модный. Блин, много вопросов, ты как-то не отвечаешь, ты отвлекаешься на другое. Я просто хочу закончить мысль, что, ну, там, Крылья Советов играли в плей-офф. Крылья Советов в плей-офф. Вообще есть такая команда, оказывается. Лада там, уже не супертоп, как было там в 90-х, но такая фабрика злого молодняка чем-то на локомотив нынешний похожа. Я бы даже сказал, что сегодняшний локомотив это такая лада для бедных, вот та лада воробьевская. И сейчас про КХЛ можно такое сказать? Что про КХЛ? Тема тренеров легендарных, огромное количество звезд, и мы говорим про Суперлигу, про нищий, в общем, нищий чемпионат довольно нищих еще времен, да, уже не 90-е, но еще и ни середина, ни конец нулевых. Ну, знаешь, пройдет 17 лет, и мы так же, вон, Егор тоже, это был сезон потрясающий, швец-роговой. Кудашова чуть не более, нет, нет, не будет так. Ну, правда, не будет так. Ну, возможно. Это какое-то, это какое-то вот стечение, потому что и даже в 90-х было не совсем так, и чуть позже в нулевых было не совсем так. Ну, там уже был локаут, там были свои истории. Но вот именно вот этот стык нулевых, 99-й, или где-то 2002-й, это такое золотое время Суперлиги. Там было огромное количество, при том, что у нас 60 человек в ДХЛ играли. 60! И при этом на Суперлигу хватало классных игроков, Советская система, как сказал бы, раньше было лучше. Как сказал бы, да. А про хоккей, если говорить, то я могу только вот по верхам так вспомнить. Подожди, то есть ты к тому, что это прям вообще золотющее время, прям вот это просто супер вообще. И Овечкин начинал играть в хоккей вот просто вообще в невероятное для российского хоккея время. Просто... Не для российского хоккея, для российской Суперлиги. Да, потому что российский хоккей, как мы знаем, до 2008 года был в не самом лучшем своем состоянии. То есть все было плохо, но так хорошо. Смотри, мы сейчас можем перечислять топовые команды тех времен, и у каждой мы найдем какую-то свою отличительную черту, хотя бы связанную с именами тренеров. Воробьевская лада, я уже сказал, злой молодняк. Воробьевская лада детей пугали. На них смотреть бывало достаточно больно, но при этом интересно все равно, потому что они молодые, злые, бегают и бьют всех подряд. Или там магнитка Белоусова начинает кружева своей плести в средней зоне, в чужой зоне. Конверт. Литература, литератор проснулся. Или там Локомотив Вуйтыка, это же вообще уникальная была история. Вот, ты все смешиваешь в кучу всегда. Я хотел бы про Локомотив тоже отдельно поговорить, потому что это все отдельная тема. Хорошо, а он тебе сценарий просто ломает. Включай свой план, я ломаю сценарий. Да он ломает сценарий, он почему-то свои ломки не следует, ну типа он такой, что вот был тогда, я понял, у тебя такое прозвучало, про, я понял, во-первых, что про хоккей мы поговорим только, когда я начну говорить про него. Вот, это, ты про Беллидинов сказал, что молодой. Вот, я тогда помню, что Беллидинов как будто бы был таким продвинутым, казалось, что он, но ты про Разина уже рассказал, что будто бы это не так. А это потому, что ты путаешь 2002, 2001, 2002 год и какой-нибудь там 97, 98 год. Скорее всего, да. Потому что, да, Беллидинов вернулся из Америки там после работы вторым тренером там даже где-то в тренерском штабе. И, слушай, тогда из Америки, из НХЛ возвращались вообще мало кто. Или это были совсем списанные люди, а тем более тренеров в НХЛ у нас за все время работало сколько? Трое? Ну, трое, Фетисов, Тихонов, Беллидинов. Третьяк еще, нет? Ну, Третьяк, третяк, ну, короче, единицы, совсем единицы. И Беллидинов вернулся в Динамо как, во-первых, уже человек, говорящий по-английски, человек, поработавший вон. Для 90-х, ребята, вы зря смеетесь. Это потрясающе. Да нет, вон там капитан по регби заговорил по-английски, это порвало всех в 2019-м. А тут Беллидинов в 2001 году говорит по-английски. Это удивительно. Да, и потом у него был чемпионский сезон, а после чемпионского сезона началась я не знаю, можно с жопой говорить или нет? Да. Но вот она началась. И его выгнал шансов, и он поехал в родную для себя среду европейскую к цивилизованным людям. Очень быстро там у него все провалилось. Динамо без Беллидинова мучилось, Беллидинов без Динамо мучился, и так они воссоединились снова и продолжили мучиться. Короче, как я понимаю, он вернулся по ходу сезона 2001-2002. Владимир Семенов сменил его в том сезоне, когда Беллидинова выгнали, доработал, начал следующий. Кстати, было получше. Получше было. Но Семенова тоже выгнали. Мне кажется, что как будто бы время идет, ничего не меняется. То есть Беллидинов, которого уволили и заменили тренером, потом заменили... Слушай, есть одна команда, которая недавно так же сделала, забыл название. Причем Беллидинов еще тогда в сборную приглашался. Ну, то есть там все так было связано. Мы Геннадию Величкину передаем привет на этих словах. Кстати, знакомый тебе же Андрей Питанов, Ты же знаешь Андрея Питанова? Да, он тренировал в Амуре. Вот Питанов был ИО между Семеновым и Беллидиновым. Это была лучшая точка его карьеры. Я просто хорошо помню это время, вот это время надеж, когда сняли Семенова и уже пошли слухи, что вернется Беллидинов. Я хорошо помню, как я про себя думал, ну дайте, дайте, пожалуйста, Питанову поработать. Дайте Питанову. Ну, у него вроде неплохо так все сейчас. Придет Беллидинов и понятно же, что будет. А у Питанова может быть как-то по-другому. Вот, понятно, расшифрую это понятно, что вот Беллидинов тогда уже был тем человеком, который мы, да? Да. Что это был? Вот прям это был такой Беллидинов, которого мы все знаем и любим. То есть, первое звено, блин, я сейчас не вспомню, какой, Кувалдин, Кувалдин, нет, не помню, не буду говорить. А что там, Разин Кудашов там играли? Савченко в Разин Кудашов. Его просто не Беллидинов собирал. Возможно, оно при нем и осталось. А, понятно. Ну, то есть, первое звено там может что-то себе позволить, хотя, если Разин выходил из первого звена, то понятно, что первое звено тоже не совсем было, скажем так, свободно в своих действиях. А остальные ребята были такие... Ясно. В защите поуже. Как-то есть песня такая в защите поуже, ладно. Локомотив тогда был, вот ты начал говорить про Локомотив, там же феерически выиграл. Мы просто, может, к Динамо ковечко навернемся, просто, чтобы портрет вообще сезона и того времени, что победил Локомотив, и Локомотив тогда в регулярку закончил с Атрюмом. 16 очков от второго места, на котором шел Акбарс, по-моему. Вот, да, должно было, они же седьмое заняли Динамо, они играли в первом раунде, да, вот там 16 очков, и они в результате взяли этот сезон, и Буцаев, я много раз видел, что он с клубком ездил, что, вот, как ты видел эту команду, что это были за, что это за игра была, что за впечатление у тебя? Я хотел сначала Егора спросить, как он видел эту команду. Ну, это нормально, давай у Егора, Егор, как тебе Локомотив 2002? Локомотив 2002, да, но они приезжали в Хабаровск, и, по-моему, победили, по-моему, крупно, и я четко помню, что, по-моему, говорили, а, Локомотив, им, типа, не страшно проиграть, но они сильные, вот, это, пожалуй, все, что я запомнил. Это довольно, кстати, важная характеристика вообще команды, типа, когда она приезжает и в провинции говорят, им не страшно проиграть. Ну, как бы вот Салавату Илаеву было стыдно проиграть на тот момент. Салавату Илаев до года 2005 вообще не то, чтобы прям плохая команда. Салавату Илаев в 2002 году набрал столько же очков, сколько Амур. Да, и последний раз в истории это произошло. И это, и вообще меня эта команда интересовала, потому что у них было странное название. Да, у них клевое название, я тоже помню, я за них даже болеть начал после этого. Так, минутка Википедии закончилась, ну, а теперь к очевидцам. Локомотив. Слушайте, ну, локомотив это было, я пытаюсь просто аналогию какую-нибудь подобрать, ну, смотрите, ну, она будет не совсем точной, но вот представьте, что в Акбарс, вот этот классический, биловский классический Акбарс, сразу после Билла приходит Быков. Фантазии хватает представить, что там будет такое. Да, Вот Вуйтек, в принципе, адепт атакующего хоккея пришел в команду, выстроенную Петром Ильичом Воробьевым. И на вот эти все жесткие, классические хоккейные воробьевские схемы, на вот это здесь вас закопаем в средней зоне, если вы пробились, то мы здесь закопаем в своей зоне, наложился очень крутой позиционный хоккей атакующий. Слушай, а вот же Воробьев Воробьев же менял, по-моему, кого он менял, Симпсона, да? Нет, я хотел сказать про эту же историю, только я лучше помню я. А, давай. Ну, это же ровно то же, что в 2002-13 году с этим произошло, с Локомотивом. Локомотив после Воробьева был Кинг. Да, Воробьев тренировал, тренировал, а потом Кинга поставили, но это в рамках сезона было, то есть в одного, и Кинг там типа победил, вообще не так. Но только Кинг другого типа тренер, не такой, как Вуйтек. Да, я согласен, они не супер красивые. Кинг, он более канадский, он более вертикальный, да? А Вуйтек, он ближе всех к Быкову, вот из тех, о ком мы сейчас говорим. Ну да, они же много лет потом с ним играли, они как раз были Барселоной и Кахейловской тоже. И вот эта вот машина, у которой позиционная атака, у которой очень крутое владение шайбой, и при этом еще невероятно мощная оборона и очень классно выстроенная вообще вся защитная система, они не давали шайбу даже магнитке, которая в принципе примерно 45 минут каждого матча проводила с шайбой в средней зоне, в чужой зоне, в своей зоне, так и катались. И только против локомотива магнитка шайбу не видела практически. А про звезд ты помнишь оттуда? Ну просто мы так, погугли. Ну главная звезда это Коваленко, конечно. Андрей Коваленко. Андрей Коваленко, да. Он такой... Ух. Ну, во-первых, он необычный такой был игрок для нас. Мы же подзабыли уже в принципе, какими звезды бывают советские. У нас были звезды российские. Они своеобразные. Я не настолько глубоко понимаю хоккей, чтобы это объяснить словами. Может быть, ты когда-нибудь напишешь текст про это. И я сам же почитаю. Но Коваленко, вот он приехал, этот русский танк из НХЛ, который там забивал, играл с Буре, Могильным, Федоровым, Грецкий, Элемье и так далее. Но он же на Олимпиаду ездил. Вот он приехал, бум, к нам. В Ярославе. В Ярославе, в Тольятти. Там же сарай на сарае у нас все арены тогда были. Только в Ярике новый открылся незадолго до этого сезона. На арене 2000, он так назывался. Ну, по-моему, он даже с этого сезона и открылся. Арена 2000, да, в 2000-м его закончили, но открылся он, по-моему, в 2001-м уже. Вот. И Коваленко, конечно, да, он и на пятаке, у него и на затылке глаза. То есть, мастерюга, как говорил позже Гемаев, надо было тогда начинать, наверное, примерно. Я воспользовался Чит Кадами, там играл еще Дэвид Немировский. Да, я хотел, кстати, про него сказать. Представляете себе? В локомотиве. Теперь понятно, почему торпеда так лупит в атаку. Да, представьте себе, Дэвид Немировский, ну, он же довольно неплохой канадец-то в целом. Он играл в Флориде. Дэвид Семенович, да. Для сезона 2001 и Суперлиги это топ-легионер. Он приехал, и в этом локомотиве он потерялся. Потерялся? Потерялся? Да. Потому что там суперкоманда была. Вот так. А вот тут мне еще интернет подсказывает, Мартин Штербак там был. А ты прямо сейчас просто все это делаешь? Вот Мартин Штербака в этом сезоне я не помню. Ты уверен, что он там был? Ну, интернет. Может, он был в следующем сезоне. Может, вероятно. Я вообще знаю, из того локомотива я только две фамилии помню. Это Дмитрий Красоткин, потому что у него фамилия была Красоткин. И Егор Подомацкий, потому что его звали Егор. И потому что он единственным человеком из Суперлиги. Там была самая крутая пара защитников в истории Суперлиги в том локомотиве. Почему я так считаю? Они мои одногодки. Илья Горохов и Алексей Васильев. И они много лет играли вместе. И опять же, одногодки. Мои одногодки. И они были невероятно классные. Горохов доиграл до дружбы с Азнарком и до всех титулов. Правильно же я помню, что на Олимпиаде никого не было из этой Суперлиги, кроме Егора Подомацкого, который спокойно сидел третьим вратарем и смотрел на происходящее. Ну, конечно. Опять же, надо представлять себе, что такое 2002 год. Это то время, когда Фетисов пришел. Во-первых, у нас 60 человек в НХЛ на две команды. Во-вторых, Фетисов пришел главным тренером на позицию живую, которую занимал Борис Михайлов. В-третьих, генеральным менеджером был Павел Буре. И кого они могли взять из Суперлиги? Они же не знали там, никого и не видели. Ну да. А третьего вратаря ты же не привезешь из НХЛ. У нас там было три вратаря, но как-то это не по статусу сидеть, третьего не раздеваться, да, полотенце подавать. Поэтому и взяли, кто там лучше в Суперлиге по-дамански, ну вот его и позовем. Да, окей. Грустно, конечно. Ну ладно. Слушай, про арены, а ты много ездил тогда? Нет, ездил я мало, но вот арена 2000 я был как раз в начале ее... И как это было тогда, вот арена 2000? Нет, новая, понятно. Скорее всего, все было круто. Очень круто. С чем ты сравниваешь? Ты идешь в Сокольнике, да? Вот опиши все это. Сарайчик такой, стены вот эти вот обшарпанные, облезанные. Кока-колу можно было купить? В Ярославле? Нет, в Ярославле, а вот в Сокольниках. Как вообще все это было устроено? Слушай, да все можно было купить. В пресс-баре-то все продавали. Я же за пределами пресс-бара торговые точки не посещал. Нет, в Хабаровске были классные ларьки на стадионе, там продавали очень вкусные бутерброды и... А всякие ларьки рядом. Просто контраст все равно... Ты же понимаешь, что контраст огромный. Ты заехал там в Сетуни. Ты был на той неделе в Сетуни, на этой неделе в ЦСКА, там еще через неделю в Сокольниках, в Малая арена. Тут бах, поехал в Ярославль. И тут она. Это вообще первое современное сооружение, которое я видел. Потому что футбольный стадион «Динамо» тогда еще был разваленный. Лужники еще, по-моему, до своих всех реконструкций. Ну, то есть последнее, в 80-м году олимпийская была реконструкция. А тут приезжаешь в 21 век. Вот первое ощущение такое очевидное, что наступил 21 век, наверное, у меня было как раз в Ярославле. Слушай, я вот опять же смотрел этот матч. Не очень много было болельщиков. А у тебя в памяти все валом? У меня в памяти плей-офф солд-ауты. Я, честно сказать, удивился, когда сказал, что там половина... Ну, там, может быть, это связано со звуком, потому что ты как бы звуком воспринимаешь. Опять же, ну, вживую-то по-другому совершенно. Но просто там все равно было много. Может быть, там были секторы, которые в целом не занимались людьми, но было много очень свободных мест. Вот конкретно. Ну, вот секторы с заворотами, они в регулярке почти всегда были пустые. Ну, то есть там кто-то, какие-то фанатские группки собирались, а там гостевая почти пустая. Абсолютно там омские приезжали, там 20-30 человек. Из Балашихи. Мы и Тогорские собирались, москвичи, там 15-20 человек. А так, ну, и динамская, фанатская там была занята на сколько-то. Так, мы много про кого говорили, но у нас же мы заявляли первый сезон Овечкина. Вот у тебя есть прям ощущение, когда я там впервые увидел Овечкина? И давай мы на эту тему выйдем с реплики Дмитрия Федорова, человека, который... Ты так щелкнул, как будто она сейчас начнется уже. Нет, Дима Федоров, креативный директор КХЛ-ТВ, который, как я вспомнил, и как я просто увидел, он комментировал уже тогда хоккей, и на самом деле к тому времени уже много лет работал с хоккеем. И вот он сейчас расскажет о том, как он познакомился с Александром Овечкиным. С Овечкиным я познакомился в ноябре 2000 года. Дело было так. Я только встал на коньки. Мне стыдно признаться, но я впервые встал на коньки, когда мне было 29 лет. Я катался с любителями. Они играли, потом отдыхали, и я вот в паузах выходил и делал свои первые шаги на льду. Под руководством Геннадия Ушакова. Это в прошлом такой хороший вратарь был, а потом он стал агентом. И вот на одну из тренировок Геннадий привез двух пацанов. 15 лет им было. И про одного из них сказал, это будущая звезда российского хоккея. Ну, я думаю, агенты так про всех своих клиентов говорят. Познакомились. Он говорит, я Саша, вам под какую руку давать? Я говорю, играть не умею, дрова под какую не дай, все беда будет. В общем, меня к этим двум парням, вторым парнем был Джугели, поставили, чтобы как-то уравнять силы. Так что я покатался с Александром Овечкиным. Тогда я его фамилию не знал. Проходит некоторое время, приезжаю на базу в Новогорск. О, знакомое лицо. Подкажу, как дела, что и как. Он говорит, вот я уже с первой командой тренируюсь. Я говорю, здорово, какой ты молодец. Сколько тебе лет-то? Он говорит, ну вот 16 скоро должно исполниться. Я вот уже с первой командой. Я говорю, ну ты просто красавец, молодчик. А потом комментирую матч «Динамо» и вижу, что он уже на льду. Потом появились статьи. Я уже узнал, как его фамилия. То есть до этого я знал только имя, мы здоровались. А тут я узнал его фамилию, узнал историю семьи. Потом я комментировал юниорский чемпионат мира в Ярославле с его участием. Потом первый матч в НХ. В общем, мне посчастливилось следить за развитием карьеры Александра и всегда относился к нему с особой симпатией. Потому что мы с ним познакомились, когда он еще был совсем юным. Ему было 15 лет. Необычайно вежливый. Всегда на «вы». Когда долгое время не видимся, встречаемся, он на «вы» ко мне обращался. Я говорю, Саш, ну мы так давно друг друга знаем. Он говорит, ну все равно. Нужно на «вы». Ну сейчас уже, естественно, он на «ты». Поэтому вот я вспоминаю тот момент в 2000 году и потом первые его матчи за «Динамо». Конечно, он большой молодец. И уже тогда его отличали не только игровые качества, но еще и человеческие. И он слушал родителей, под контролем родителей развивался. И если мы посмотрим на историю восхождения многих российских игроков, то и мы увидим, что роль родителей там необычайная, необычайно значимая роль родителей. Так, а теперь расскажи... Блин, я буду сейчас повторяться, наверное. Ты тоже, я вышел в команде поиграть в хоккей? Нет, нет, нет. Просто я же про это и писал, и в теме про Вечкина рассказывал. Все это так эмоционально. Можешь сократить. Ты просто, ты тогда сказал золотые слова, я бегал электровеник, вот. Но ты можешь как-то с другого взойти, что ты вообще, ну, ты это помнишь. Вот. Я просто не могу сказать, что, ну, то есть довольно же не очевидно, что человек станет суперзвездой, ну, когда ему там 15 лет. Или это было очевидно? Ну, в случае с Овечкиным это было очевидно. Я никогда ни до, ни после, а нет, вру, был один случай еще, когда я видел, у меня было ощущение, что это суперзвезда, это Кривокрасов. Ты тоже говорил уже про это. Кривокрасов суперзвездой не стал. Но Овечкин, правда, он был совсем другой. И, ну, по нему было видно, что это... Ну, блин, он вообще другой. Как вам объяснить? Да нет, ты начинаешь... Нет, вот мы как раз это помним. Это то, что, да, Егор, мы же помним это? А, да, это в первом подкасте это было. Да, да, да. Нет, я к тому, что давай к каким-то деталям. Потому что я, например, посмотрел вот этот матч, он играл в четвертом звене, и он играл... Вот как Овечкин играл в третьем матче плей-офф, последнем для Динамо, того сезона. Он вышел, пробросился. Он вышел, просто получил шайбу, хотел отдать, пробросился, вернулся. Вбросили, все, он побежал на смену. Вот формат игры Овечкина. Он так играл весь тот сезон. Просто ты увидел момент, где он пробросился. Чаще было все-таки, что он либо выбрасывает шайбу в зону, несется там кого-нибудь, в лед закатывает, либо все-таки кто-то подбирает, начинается какая-то атака. А он прям был больше. А он бил уже тогда? Да. Он и бил, и, по-моему, даже дрался в первом же сезоне. Еще Владислав Бульин рассказывал, что... В Динамо играл тогда, когда начинал Овечкин. Что Овечкин на тренировках с дедами цеплялся нормально, бился, рубился и не ныл. Его пытались поставить на место, не очень получалось, потому что он уже в 16 лет такой был. Да, я вспоминал, он катается в маске. Его на самом деле очень часто показывали крупно. То есть, в этой трансляции довольно ярославской. Его больше всех показывали крупно. Я еще такой думал, как я его знаю, потому что номера даже не видны на этом. Но крупно его показывали... Вот всякие раз смены показывают, даже старались поймать, как он на смену выходит. То есть, я такой, видимо, они уже... То есть, видимо, понимали... Это уже момент, когда было общее понимание, что это суперзвезда. И ему, я еще просто... Его показывают лицом, такой, ему 17 лет. А потом, какой 17? 18 будет в сентябре 2002-го. А тогда он... Даже бывали случаи, когда Билл или Семенов, точно не скажу, держал Овечкина прям вот весь матч на лавке. Первый период, второй период. В третьем зрители начинали скандировать Овечкина. Овечкин, чтобы его выпустили, дали поиграть. То есть, у него была такая роль лимитчика до появления самого термина лимитчик. Я надеюсь, у тебя эта подробность была специально для этого подкаста. Прикинь, какая история реально, что Овечкин сидит, ему 16 лет, и люди кричат Овечкину, потому что... А его не выпускают, потому что там... Ну, потому что молодой, куда успеешь еще? Потому что вот этот интересный очень момент. Вот в этой игре было в конце, там же Динамо проигрывает 4-1, и это последнее, то есть они 2-0 в серии проигрывают, надо побеждать, они проигрывают 3-0, вылетают, проигрывают там 3 или 4-1 уже к тому моменту было. Ну, в общем, ситуация, когда надо вообще отыгрываться или там забивать. И Овечкин, ему не очень много давали играть, ну, вот и просто момент прям из концовки. Последние 2 минуты он берет шайбу, проходит по краю, его там что-то бьют-бьют, он не падает, выезжает за ворота и за ворот с броском, уже к тому времени на нем фалят, то есть он делает момент в целом из ничего, бросает, его валят, на нем фалят, то есть как будто бы, может быть, энергия есть в человеке, чтобы что-то изменить, но он прям в фол и выходит спецбригада без Овечкина, и они докатываются. И Овечкин, скорее всего, больше не выходил. Ну, не выходил, потому что 2 минуты... Ну, потому что это весь его первый сезон был именно такой. Он играл там минуту, 2 минуты, полторы минуты. Он за это время успевал понравиться, успел что-то сделать, но ему все равно не давали времени. То есть карьера Овечкина поделилась на 2 таких стадии, то есть вот он играет по минуту-две, а вот он теперь в левом круге вбрасывания и становится легендой. Я думаю, не так, мне просто интересно, как вообще он сам про это время, потому что это такое, знаешь, какое-то... Тебя как-то так воспитывают странно. Он, скорее всего, ничего не скажет про это интересного. Нет, он не скажет, потому что он... Да, да, да. Именно потому что мы обсуждали это в подкасте про него, что он слишком правильный для этого, как спортсмен. Нет, да и на самом деле они по-другому. Это для нас, типа, это Овечкин. Его и тогда же спрашивали, я помню, какие-то там были подходы к нему небольшие с интервью и спрашивали, как вы относитесь к тому, что вот вам что-то совсем мало дает играть. Ну, это только тренер решает. Я стараюсь делать все, что могу за свои минуты. Все. А у него тогда были появления в сборной, в молодежной? То есть наверняка же он... Конечно, но он... Он тогда везде играл. Какой год-то? 2002-2003? Первый раз на МЧМ он 2003-м, да. 2003-й, да. Нет, я просто вот именно... Он мог играть еще на МЧМ 2002, но опять же та же самая история, что у нас таких сопливых не берут. Молодец. Какой-то молодой парень. То есть его даже не рассматривали, мне кажется? Ну, скорее да, чем нет, потому что у нас еще это советское оставалось, что ты должен чего-то добиться. Я вообще вот про хоккей, чтобы ты понимал, я... Он так странно смотрится. То есть вот НХЛовский еще как-то более-менее живым выглядит. Ну, то есть не живым, а похожим на то, что сейчас происходит. То есть вот русская пятерка. Посмотрите, то есть понятно все другое, но это все равно примерно такой же хоккей. Суперлига — это огромные площадки, они, все игроки двигаются намного медленнее, и поэтому кажется, что вообще много места. Ну, ты знаешь, сейчас скорость возросла, и поэтому в целом вроде как меньше места. А там очень много игроков, которые ходят пешком вообще, и при этом все друг за другом цепляются. То есть такой режим, на самом деле, уличные драки. Ну, то есть медленно... Какие-то кучки где-то возникают периодически. То есть если сцепились, то все там, типа прям уже не от... Ну, вот еще поэтому мне не очень хочется посмотреть заново все вот это вот... Ну, тебе только разочаровываться. Да, я просто уверен, что я разочаруюсь. То есть можешь посмотреть только, чтобы увидеть, что Разин на самом деле... Ну, мы знаем, что Разин и слабые, и сильные стороны. Понятно же, что Разин был очень медленный. Да, ну он вообще не динамичный. То есть вот знаешь, это как раз то время, когда можно было вообще очень долго, скорее всего, играть в хоккей, потому что... Ну, вот Овечкин же сейчас, он уже старше того Разина, и энергия вообще другая. А там прям на мастерстве они выходят такие пасик, пасик, пасик. Ну, можно вспомнить Гамаляка же, как играл тоже. Ну да, да, да. Там вот просто Суперлига была... Чисто на голове и на руках, и все. Да, да, да. И ты еще... То есть тебя как бы еще и не трогали. Ну, в смысле, какие-то такие там были правила, чуть-чуть какие-то непонятные. Гамаляка вообще, кстати, идеальный хоккейст для того времени, когда сплошные зацепы. Да, да, да. И цепляя не цепляют, что с тобой едешь, что без тебя едешь. Да, да, и он тоже может... Просто потому, что он здоровый. Там я помню, что... Точнее, не помню, я посмотрел, что лучшим игроком, лучшим новичком сезона Фролов стал. Вот можешь... А ты помнишь молодых сопоставимых с Овечкиным по крутизне так вот в том сезоне? Потому что Фролов выглядит, что он, скорее всего, правда, мощным был. Слушай, вот тогда много было молодых. В принципе, в лиге было много молодых. Сопоставимых с Овечкиным-то не было от Фролова. Я просто не видел Фролова в 16 лет, там, 17 лет. Я даже в 18 лет его не видел, потому что он играл в вышке. А я в Москву приехал, когда он уже как раз перешел в Суперлигу. Поэтому он уже был таким сложившимся игроком, 19-летним. И он был... Я просто посмотрел, в вышке у него там были такие дядьки, как Бердичевский, Микульчик, Валерий Черный. И он там среди них один из лидеров. А когда они вышли в Суперлигу, уже дядьки остались, по-моему, почти все в высшей лиге, в каких-то других командах. И Фролов остался главной звезда. И вышел в плей-офф с крыльями. Мы знаем Фролова, в принципе. Он не самый быстрый, его сложно свалить в срок. Он на пятачке бросить может, защитки отработает. Они через два года сделают результат с Канадой. То есть Овечкин и Фролов. По-разному немножко. Да, да. То есть там передача будет. Фролов в 19 лет был готовый мастер. Ну, то есть если бы он уехал тогда в НХЛ, думаю, тоже нормально все было бы. Просто из высшей лиги только Ковальчук может в НХЛ ехать. Фролов был все-таки... И, кстати, про Фролова и про то, сколько у нас было молодых тогда. Фролов же был в первом раунде выбран драфта в 2000 году. И он был в этом первом раунде седьмым из наших. Можешь себе представить, седьмым. Впереди были шесть человек, которых я сейчас даже, наверное, всех не вспомню. Это не Александра Свитова выбрали в 2000-м? Или в 2001-м? У меня, кстати, есть... Мы же сегодня у нас в красной тонкой, красной линии, через весь подкаст проходит тема Малкина. Я могу сказать, что Малкин, короче, на своем драфте, когда Малкина выбирали, вот, он выбрался в первом раунде, но он ушел под вторым номером, и он был при этом вторым русским, который ушел на этом драфте. Такая тема. А Свитов был, да. В топ-3. В топ-3. Ну, он был там, там спец был между ними, поэтому там такая шутка не сработает. Вот. После этого, как в следующий сезон? Давай мостик, чтобы красиво закончить. Следующий сезон был каким у Овечкина? Давали ли, то есть... Вот середину наполовину. То есть ему стали больше доверять, больше давали играть, но какую-то ключевую роль все равно не давали ему. То есть это не был взрыв. То есть он периодически посиживал, периодически совсем мало времени получал. Ну, то есть, мне кажется, вот это стандартное наше, особенно биловское. Бил же молодым вообще никак. Да. Суперзвезда. Блин, тебе 17 лет какая-то суперзвезда. Ты до ворот не доедешь. Ты еще не научился там занимать зону, блокировать своего игрока там и так далее. Да, мне кажется, там могли это, вон... Ну, тем более Овечкин же обрезался. Ну, понятно, что он обрезался. Ну, он там много. 17 лет, хватает шаги. Хорошо, что тогда интернета не было. Летит на троих, один раз сомнет, один раз обрежется. Ну, там пробросы были такие, да, странные. Ну, а для Билла это как красная тряпка всегда была. Это, знаешь, самая лучшая иллюстрация того, как к молодым игрокам Белядинов относится, это игровое время Евгения Кузнецова в финале чемпионата мира 2012. И вообще ближе к флэву. Потому что он так, он реально начинал игроком состава основного, и чем ближе было, а там же проблем у наших не было. То есть вообще как бы нет оснований не ставить. Ну, оно прям вообще уменьшалось, уменьшалось. А еще, кстати, я вспомнил, надеюсь, что это не эффект ложной памяти, но Игорь Мирнов, который был старше Овечкина на год, ну, и, в общем, талантлив, но и близко не так талантлив, он получал больше времени, намного больше времени у Билла. Видимо, потому что он был как-то более внедрен в его систему. Как вам кажется, могло быть такое, что Белядинов говорил молодому Овечкину, что ты не доедешь в левый круг? Не доедешь до ворот. Да, и вот к чему это привело. Нет, слишком длинная фраза, мне кажется, для Билла. Мне кажется, для Билла, который, для Белядинова, который тренер, а который просто мужичок, мне кажется, короткая. Ну, типа, мне кажется, что он немножко по-другому разговаривал. Короче, прикольное ощущение. Я вот не знаю, ты вот говоришь, что старый хоккей смотреть. Мне вчера было интересно, и мне кажется, что это такой необычный опыт. Ну, просто, во-первых, Кудашов, я говорю, все эти фамилии тренерские, и ты понимаешь, что вот они играют, знаешь, вот такое, Разин-то по-любому играл с ощущением, что он вообще звезда. Белядинов прям по-любому тренировал, что вот он просто такой, типа, мощный очень. И все там, я очень классные фразы кидал Юрию Моисеев в скамейке динамовской. У них там рейлори какая-то была, зарубок. Ну, Юрий Моисеев же динамовец. Понятно. Он много лет тренировал динамов. Просто он там такое кричит им в скамейку, что это, конечно, ну, просто это нельзя говорить. Я тебе машину сожгу. Нет, он прям, он просто смотрит и говорит... Вот. Моисеев мог это крикнуть даже тренеру Амура. А он такой был? Да. Вот. Ну, короче, все это прикольно. И там прикольно от этого всего ощущение, когда смотришь. Я говорю, первый, вот ты видишь 16-летнего паренька, который в результате станет звездой с огромным запасом, с отрывом от всех этих людей. Вот. Так что я советую, если это, хотя бы на Ютубе посмотрите какие-то нарезки, потому что это очень круто. Так, будем заканчивать. Спасибо вам, друзья, за то, что вы присоединились к нам сегодня на эту архивную тему. Пишите. Зашло вам, не зашло. И, может быть, у вас есть какая-то идея, о чем прикольно было бы поговорить. Вот. И как-то что-то разархивировать. Вот. Еще одно. Я тут увидел, что... Извините, пирожки. Это, кажется, тоже чья-то фраза. То есть это тоже... Да, это футболиста Рязанцева. Да, да, да. Вот. Телега, братан, это фраза хоккеиста Кузнецова. Если у вас есть другие варианты, сегодня последний подкаст, когда мы эту акцию прокручиваем, и следующий подкаст будет записан с автором новой фразы для нашего подкаста, мы сделаем один специальный выпуск с новым названием. Вот. Пишите свои варианты названий нам в комментарии. Мы лучший выберем, самый прикольный, и запишем с его автором специальный выпуск нашего подкаста. Все. Всем, друзья, спасибо. Услышимся на следующей неделе. Удачи. Счастливо. Круто. Телега, братан, как ты? Телега, братан. 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 Продолжение следует...